МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости примеущей в эфире. Мы подводим итоги уходящей недели. Здравствуйте. Сегодня в программе. На всем пути следований по территории лагеря губернатор области Василий Голубев подходил к беженцам, интересовался их проблемами. Как правило, вопросов не возникало. Все они решаются здесь в рабочем порядке по мере поступления. Один из самых больших детских садов области на 280 мест возводят в Матвеевом Кургане. Всего в строительство будет вложено почти 180 миллионов рублей. С вводом в эксплуатацию этого дошкольного учреждения будет ликвидирована очередь в детские сады района. Роль полиции в борьбе с преступностью. Сотрудники Матвеево-Курганского отдела МВД подвели итоги оперативной деятельности за минувшее полугодие. 9 июля в Матвеево-Курганском районе с рабочим визитом побывал губернатор области Василий Голубев. Вместе с сопровождающими, его членами правительства области и руководством района он посетил лагерь для беженцев у поселка Надежда. Приезд высоких гостей не нарушил ритма жизни палаточного городка. Все службы работают в штатном режиме. Переселенцам помогают найти работу, оформляют документы, дают консультации по различным вопросам. Как вам трудятся? Какие вопросы есть? Все в порядке, работаем, поток людей есть. За работу не сидим. Интернет, вай-фай, телефонная связь, сотовые операторы, Ростелеком, карточки. Ребята, рабочие места, все созданы для того, чтобы нормально, профессионально, качественно, естественно. Ребята, здесь, здесь же? Разные, разные. Они меняются, службы как бы с разных, вот, допустим, сельственниками, сельственниками, какие-то там, хотя бы районы, межрайоны, ну, точно так же остальные службы. Ну, на все службы здесь представлены, полного времени? Да. Ни один регион нашей огромной страны не остался безучастным к судьбе людей, ставших изгоями в своем отечестве. В одной из палаток работают представители Тюменской области. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Что у нас здесь происходит? Здесь делегация Тюмень, работаем. Ага, работаете? Значит, вот у нас представитель правительства Тюменской области. Добрый день! Здравствуйте! Губернатор Осталской области. Да. Я представляю Главное управление МЧС России на Тюменской области. Два человека. Второй день отрабатываем. Сейчас вот то, что вчера оперативно, сейчас уже по документам полностью набила. А сюда уже вновь прибывшие сегодня. Мы с ними работаем. Как вы, как вы, какова цель сегодняшней, сегодняшней? Которые отправляются на согласование, чтобы нам в комплексе решили сразу вопрос и по Татусольску, и по проживанию, и в Садвеске, и в Садвеске, и в Садвеске. Ну, у вас регион богатый. Да, в общем, мне кажется, очередь должна стоять. У нас так и есть. Ну, я просто знаю по положению, что у вас хороший регион, на самом деле, многие вопросы решаются неплохо. Серьезно решаются они? Я выбывал, знал, видел, хорошо, даже завидовал. Правда, я тогда еще был вице-губернатором Московской области. Палаточный пункт временного размещения граждан Украины был развернут 18 июня. За это время в нем зарегистрировались 1217 человек, в том числе 388 детей. Сейчас там находится 375 человек. Губернатор осмотрел обустройство лагеря, задал ряд вопросов персоналу и пообщался с беженцами. У наших гостей какие есть вопросы? Только благодарность. Да, спасибо большое. Вы откуда? На все плыб, Донецкая область. Донецкая область. Славянская область. Понятно. Ну, в общем, известно теперь уже всему миру географию. Мы на самом деле не собираемся ослаблять внимание к этой проблеме. Сейчас очень сильно думаем, для нас актуально остается проблема, если люди задержатся долго, мы начали предлагать, и эта тема открыта, вот как наши коллеги приехали, вопросы трудоустройства, пытаемся изучать возможности наших предприятий, территорий самых разных. Ну, это такая комплексная большая работа. Ну, надеюсь, что у нас все получится. То, что мы с первого дня и говорим это неустанно и постоянно, это тот случай, когда ни один человек брошен не будет. На всем пути следования по территории лагеря глава региона подходил к людям, интересовался их проблемами. Как правило, вопросов не возникало. Все они решаются здесь по мере поступления, в рабочем порядке. Граждане Украины лишь благодарили тех, кто в трудную минуту протянул им руку помощи. И губернатор заверил, что в курсе всего происходящего, как в этом, так и в других пунктах временного размещения. Скажу вам сразу, что все службы, которые сегодня есть в области, они работают в полном объеме. И ежесуточно я получаю доклад на 9 часов утра о состоянии дел в целом по области, в каждой территории, в случае необходимости по каждому пункту пребывания людей. Если какие-то вопросы возникают, глава района здесь всегда. Да, он всегда и всегда. У нас связь со штабом оперативная. Я хочу пожелать вам мира и спокойствия в ваших душах, чтобы у вас этот трудный период жизни максимально быстро прошел. Мы будем для этого делать все, что возможно. Несмотря на нюансы, сложности, проблемы, руководство страны нас на это нацелило совершенно очевидно. Спасибо большое. Так что будьте здоровы. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо вам. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиуси». Во время рабочей поездки губернатор области Василий Голубев посетил и другие объекты Матвеево-Курвенского района. Следующим пунктом рабочего визита стало предприятие «Чистая вода», основное направление деятельности которого – производство питьевой воды. Губернатор ознакомился с процессом очистки и бутылирования, посетил контрольно-химическую лабораторию. Очень редко, когда соответствует санкель на водопроводную воду. Обычно она не соответствует. Поэтому мы воду забираем, отстаиваем и очищаем воду. Один из самых больших детских садов области на 280 мест возводят в Матвеевом Кургане. Василий Голубев ознакомился с ходом строительных работ. Здесь еще предстоит постелить полы, отштукатурить все помещения, провести инженерные сети, благоустроить территорию. До конца года нужно также построить блочно-модульную котельную, осуществить монтаж лифта, выполнить технологическое оснащение бассейна. Всего в строительство будет вложено почти 180 миллионов рублей. С вводом в эксплуатацию этого дошкольного учреждения будет ликвидирована очередь детские сады района. Что у вас с обеспечением? Когда вы завершаете с 3 до 7 лет обеспечения? С 3 до 7 лет у нас практически будет завершено в этом году. По завершению строительства, я понимаю так, что в следующем году я буду до трех сделать, и я это тоже знаю, да, я читал. Мы параллельно открывали группу, и эта работа проводилась. Я открываю детский сад, мы закрываем тему очереди. В этот же день Василий Голубев провел прием граждан. Некоторые из вопросов имеют общественную значимость. Например, строительство в райцентре спортивного зала с плавательным бассейном, проект которого уже давно готов. Почему я уже неоднократно говорил, что надо стремиться завершать те проекты, которые есть в наличии. Когда появляется возможность, нужно это делать. А иначе давайте изучайте этот проект. Я так понимаю, что он привязывался к этой территории, наверное, с учетом каких-то... Все обращения были внимательно выслушаны, и после ряда уточняющих вопросов поддержаны. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиуси». Сотрудники Матвеева Курганского отдела МВД подвели итоги оперативно-служебной деятельности за минувшее полугодие. Итоговое совещание проходило в зале заседания отдела полиции. Присутствовали на нем представители ГУМВД области, прокуратуры, районы администрации и местной полиции. Совещание открыл начальник отдела МВД Александр Цветов, доложил о криминогенной обстановке, складывающейся на территории Матвеева Курганского и Куйбышевского районов. По словам Александра Алексеевича, с прибытием к нам беженцев из Украины работы у полиции прибавилось, хотя обстановка стабильная. Более чем вдвое у нас выросло количество преступлений, совершенных иностранными гражданами. 15 против 6 на 150 процентов. Тем не менее, результаты проведенного анализа дают основания вывода в целом об отсутствии негативных тенденций в криминогенной ситуации на обслуживаемой территории. Так справочно дают. На 5,3% снизилось количество зарегистрированных преступлений. 306 на 323 в прошлом году. Уровень преступности на 10 тысяч населения составил 54 преступления, что ниже как среднеобластного на 11%, так и ниже уровня прошлого года на 2 пункта. На 33% снизилось количество тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья граждан. По словам начальника полиции, меньше у нас стало грабежей и краж. Раскрываемость тяжких преступлений за полугодие составила 100%. Снизилась рецидивная повторная преступность среди несовершеннолетних. А вот вопрос профилактики алкоголизма, который провоцирует преступность, остается острым. Более чем на треть увеличилось количество преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения. В качестве превентивных мер по снижению алкоголизации населения, профилактики преступлений и правонарушений активно проводилась работа по декриминализации сферы оборота алкогольной продукции, в том числе и в период дней трезвости. Сообщаю, что выявлено всего 626 административных правонарушений в области антиалкогольного законодательства, из них 188 по распитию в общественных местах, 23 по нарушениям в сфере торговли алкогольной продукцией, изъято 228 литров алкоголя. На прежнем уровне остались в районе количество дорожно-транспортных происшествий. Число пострадавших также не увеличивалось. А вот уличная и бытовая преступность растет. Впрочем, над этими недостатками полицейские планируют работать в ближайшие месяцы. В конце совещания Александр Цветов вручил сотрудникам новое звание и озвучил благодарности отличившимся. Новое звание получили пятеро полицейских, благодарственные письма адресованы двоим. А заместитель начальника МВД Станислав Шиленко получил медаль за отличие в службе. В Ниглиновском районе на набережной появились женщины, предлагающие интимные услуги под видом беженцев. Со слов очевидцев, две женщины лет 30, отдыхающие на пляже, Приморки и Дмитриатовки, высматривают одиноких мужчин и заводят знакомства. Незнакомки представляются беженками из Украины и в разговоре, намекая на безденежье, предлагают сексуальные услуги 500 рублей за сеанс. В случае недоговоренности цена снижается до 300 рублей, мотивируя это тем, что женщинам очень нужны деньги на продукты. Между тем, в Ростовской области беженцам из Украины готовы предложить 50 тысяч вакансий, однако не все гости спешат трудоустраиваться. А теперь коротко о других событиях минувшей недели. В Матвеево-Курганском районе состоялось заседание района антинаркотической комиссии. Выступавшие рассказали о своей работе в этом направлении и внесли ряд новых предложений по ее усилению. В завершении заседания состоялось награждение победителей ежегодного районного конкурса среди сельских поселений по антинаркотической работе. Первое место присуждено Анастасиевскому сельскому поселению, второе – Ряженскому, третье – Матвеево-Курганскому. Им были вручены соответствующие дипломы и денежные гранты. В селе Куйбышево открылся спортивно-оздоровительный комплекс. Это событие стало настоящим праздником для всех жителей Куйбышевского района. Здесь появилось место для корпоративного и семейного отдыха с бассейном, сауной и большим спортзалом. Комплекс был построен в конце 90-х для работников закрытого акционерного общества «Надежда». Но тогда так и не удалось завершить строительство бассейна. Спустя несколько лет, благодаря активному участию Куйбышевской администрации, комплекс получил второе рождение. 4 июля свое 20-летие отметил Матвеево-Курганский Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Приветственными адресами администрации Матвеево-Курганского района были удостоены начальник ЦСО Ирина Грунтовская, 17 пенсионеров-заслуженных работников, а также работники с 20-летним стажем. На сегодняшний день в Центре социального обслуживания трудится 470 работников. Все они вносят свой вклад в развитие района. Это были итоги недели. Смотрите наши новости, и вы первыми будете в курсе событий, происходящих в нашем регионе. Эти и другие новости ищите на нашем сайте. До свидания.